Матрица Здравствуйте! Продолжаем наш разговор об этом фильме Матрица. И вы помните, я остановился на самом главном. А почему же все-таки корабль Морфеуса называется Новохудоносом? И я вам подвел христианские позиции, чтобы с них подойти к объяснению этого вопроса. Как мне представляется, именно с этих позиций он и объясняется. Ну, давайте начнем с того, что внимательно присмотримся. А что же, собственно, вот изображено на борту этого корабля? Ну, давайте я пишу вам по-английски, снизу пишу по-русски. «Марк 3, номер 11, Новохудоносор, сделано в США, год 2069». Ну, тут сразу в голову приходит намек на 11 стих 3 главы Евангелия от Марка. И заглядываем к Марку и читаем. Ну, сначала я вам предложу синодальный перевод. «И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали, Ты Сын Божий». Ну, есть еще так называемый Еврейский Новый Завет. Ну, вы знаете, иудаизм, иудеи не признали Евангелие. Тем не менее, такое направление все-таки все равно существует, и существует так называемый Еврейский Новый Завет. Ну, там звучит это очень и очень похоже. «Всякий раз, когда нечистые духи видели Его, они падали ниц перед Ним и пронзительно кричали, Ты Сын Божий». То есть, видите, вот оказывается, что написано у Марка. И различии, как в синодальном переводе, так я, кстати, и в другие заглядывал, там приблизительно то же самое. Единственное, что, может, место, в котором расположен этот стих, отличается в зависимости от текста, который читаешь. Ну, а раз мы заговорили все-таки о Еврейском Новом Завете, то давайте обратимся еще и к Торе. Я уже говорил, что Тора – это, в общем-то, прообраз Ветхого Завета. Поскольку Ветхий Завет был, по сути, переводом Торы. Ну, надо два слова буквально сказать. Во-первых, у Торы есть отолкование. Отолкование – это многотомный, многодомный такой труд, который называют Талмуд. На всякий случай. Что означает слово Тора? На святом языке, то есть на иврите, это указание к действию, учение. То есть, вот, собственно, что содержится в этой книге. Ну, и Талмуд тоже надо тогда перевести, обучение. То есть, на иврите, лиламет – это обучать. Ну, я уже произношу, как это глагол бы звучало. Вот, существительное звучит так – Талмуд. Ну, это все на всякий случай. Так вот, толкователи Торы, поскольку Талмуд – это и есть толкование того, что написано в Торе или в Ветхом Завете, утверждают, что шесть дней, в которые Бог сотворил мир, символизируют шесть тысячелетий, или эпох, тьмы на земле, естественно. Когда Бог был скрыт от людей и царствует зло. То есть, мы с вами живем вот в этот самый период, когда царствует зло. А вот седьмой день, шаббат или суббота, да, это прообраз седьмого тысячелетия, то есть эпохи света, которая вот в седьмом тысячелетии должна наступить. И когда мы станем свидетелями, ну, или те, кто доживет до этого седьмого тысячелетия, божественного присутствия во всем. То есть, Бог явит себя, ну, по-русски обычно это звучит, как слава Божия, да, воцарится на земле. Ну, у кого-то уже возникнет вопрос, что шесть тысячелетий, седьмое тысячелетие, мы с вами вроде как живем сегодня в 21 веке, да, то есть мы еще с вами вот присутствуем во втором тысячелетии, в третье вступили. Ну, дело в том, что, ну, фильм вы помните, он был снят в 1999 году, это от Рождества Христова. А вот если перейти на еврейский календарь, то это будет 5759 год, ну, естественно, не от Рождества Христова, а от сотворения мира. И тогда что получается? Что события, о которых нам повествует фильм, они происходят в шестом тысячелетии. И вот когда это шестое тысячелетие закончится, то вот и наступит эпоха света. То есть вот это самое слава Божия спустится на землю. Ну, и смотрите, в новозаветной интерпретации, что значит новозаветная, то это я уже к Евангелиям обращаюсь. Мы станем свидетелями вот второго пришествия Спасителя, так там написано. И тогда вот наступит на земле вот это самое Царство Божие, и это Царство Божие предсказывают пророки. Это уже вы найдете не только в Торе, а если просто откроете Библию, откроете и вот Ветхий Завет, то там пророк Исаия, вот что он нам пророчит. И перекуют мечи свои на орала, и не будут больше учиться воевать. Замечательно. Так вот, во второй серии «Матрицы», помните, я говорил, что свой рассказ я в основном строю на первом фильме, но все-таки иногда надо будет, и буду упоминать остальные, и третью часть. Так вот, во второй серии, или во второй части «Матрица-перезагрузка», так она называется, и там появляется архитектор, он сообщает НЕО, что нынешняя матрица шестая по счету. Вспомните только что, да, я вам сказал, шесть тысячелетий мрака, и потом седьмое тысячелетие света. Матрица шестая, очевидно, седьмая, не должно быть никакой матрицы, люди выйдут из нее. Ну, и есть еще третья серия, да, «Матрица-революция», и там, как вы помните, НЕО прекращает войну, и, в общем-то, добивается для людей свободы выходить из матрицы. Читаем иначе, обращаясь к пророчеству, выходить из тьмы. Но объясняет ли все это название корабля? Видите, я уже заговорил о пророках. А может быть, вот именно в их пророчествах и лежит путь к разгадке. И вот приготовьтесь, сейчас будут большие цитаты, я их сильно сократил, там будут попадаться многоточия, но без этих цитат ничего не получается. И вот давайте обратимся к книге пророка Иеремии, глава 21. Иудейский царь, Сидикея, посылает людей вот к этому самому пророку Иеремии с просьбой. А просьба вот какая. «Вопроси о нас, Господа, ибо на вохудоноса царь Вавилонский воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы Тот отпустил нас». Ну, вы помните, я вам говорил, это уже из истории, что вот на вохудоноса осаждает Иерусалим, пришел с огромным войском, и иудейский царь не знает, что делать. И Иеремия отвечает ему, царю, ну, отвечает как. То есть он передает слова Господу, поскольку он слышит его, общается с ним, это слова Господа. «Я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, и сам буду воевать против вас». То есть Господь говорит, что вот пришел на вохудоноса, привел свои войска, осадил Иерусалим, царь иудейский хочет защищаться. Нет! Господь говорит, что будет воевать на стороне новохудоноса. Ну, и к этому Иеремия добавляет, опять же, передавая слова Господа, ну, вот он гонцам, которых прислал этот Сидикий, и говорит, что передайте не только царю, но и народу. А что же надо там передать? «Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лице мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро, он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». То есть, видите, не только царю, но и народу Иеремия хочет сообщить, что Господь стоит на стороне вот этих халдеев, на стороне вавилонян, на стороне новохудоноса. Ну, я еще не кончил с Иеремией, видите, там есть еще и глава 24, и там Иеремия приводит пример. Ну, в Библии таких много примеров, там ему приносят смоквы, вот, дескать, откушай, да, а он смотрит и видит, что вот есть смоквы свежие, вкусные, хорошие, в общем, бери и ешь. А есть плохие, негодные, они уже гнить начинают. И вот на базе вот этих самых смокв он и приводит этот пример. «И говорит Господь, Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Вы помните, Новохудоносор угоняет иудеев в плен туда, к себе, в Вавилонию, и оказывается, Господь согласен с этим, что вот туда надо пойти в этот плен. То есть, вот видите, он им обещает столько всякого, что вот они душу свою сохранят. Ну, и еще глава 28, там он снова заговорит Иеремеев от имени Господа, передавая нам его слова. «Я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, который Новохудоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон, и Иеремию сына Иеракима, царя иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон. «Я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ермо царя Вавилонского». То есть, оказывается, что сожжение Иерусалима, разрушение Сиона, пленение жителей вот этого Сиона, пророк Иеремея не воспринимает как абсолютное зло. Ну, я сказал, пророк Иеремея не воспринимает, я еще раз должен повторить, пророк, он есть пророк, он пересказывает то, что он почерпнул, узнал или чем с ним поделился Господь Бог. То есть, для Господа Бога это оказывается не зло, оказывается, что иудеи, жившие в этом Сионе, должны были пройти вот через это испытание, плен и прочее, прочее, чтобы вернуться в Сион очищенными, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. И ежели так, Вавилонский плен, надо понимать, как своего рода испытание, а я, раз это испытание, то Новохудоносор, видите, я повторяю, зло. Но зло, которое потом обратится добром, поскольку это зло было послано Господом, чтобы отделить, как скажет нам Иеремея, плохие смоквы от хороших. То есть, вот те жители Иерусалима, те жители Сиона, иудеи, они, дескать, отдалились от Бога. И вот теперь этот плен позволит осуществить что? То есть, тех, кого угонят в плен, они вот как бы отделятся от этих плохих смокв, то есть, от тех, кто отошел, отступил от Бога, согрешил и так далее. И вот там, побыв в этом карантине, в этой изоляции, они очистятся и вернутся уже, ну, как бы совершенно другими людьми. И тогда, видите, получается, что дело-то вовсе не в снах, какие снились Новохудоносору. Ну, я уже об этом сказал в предыдущем видео. А вот в миссии, какую Господь возложил на этого жестокого царя, едва ли Новохудоносор вынашивал какие-то идеи, что вот я спасаю там иудеев и прочее, прочее. Ничего подобного, конечно, он действовал, руководствуясь какими-то своими интересами, царскими интересами, захватническими интересами. Я уже говорил, он воевал не только с Иудеем, он и с Египтом воевал, и с массой других народов и стран. Но вот здесь это произошло так. И тут я должен все-таки немножко рассказать о Новохудоносоре, но это будет буквально такой очень-очень беглый рассказ. Дело в том, что Вавилония тех времен, ну, это просто что-то богатство немыслимое. И надо отдать должное Новохудоносору, он не все тратил на украшение своего дворца и прочее. Он и город отстроил, и там всякие сады были, чего там только не было. И вот эта вот легенда, которую наверняка все вы слышали и знаете о Вавилонской башне, не случайно эта легенда гласит о том, что эта башня была построена там, в Вавилоне. Ну, раскопки лились и прочее, никто никакой башни не нашел. Ну, нашли какие-то основания там храмов и прочего. Едва ли это была попытка построить башню до неба. Но то, что вот в фольклоре, в устном фольклоре сложилась такая легенда, говорит о том, что действительно Вавилон, ну, обескураживал современников, путешественники тех времен, кто попадали туда, просто, ну, обалдевали буквально, когда видели всю эту красоту. И, что любопытно, что он был неглупым, хоть и злобным человеком этот самый Новохудоносор. Да, он действительно привел в свою страну массу пленников из Иудеи, вот, из Сиона. Но он их дифференцировал, он отнюдь не всех послал там поля возделывать там или на строительство вот этих своих храмов и прочего. А он отделил знать. И вот, кстати, тот Даниил, о котором зашла речь, когда я вам рассказывал о толковании сна вот этого самого Новохудоносора, он был при дворе, то есть были и такие вот среди этих иудеев, кого он приблизил, всяких там книгачеев, ученых, там, астрономов, астрологов и так далее. И он, в общем-то, создал им возможность для того, чтобы они там и науками занимались, и книги какие-то писали и прочее. И вот именно там, в этом плену и создается вот этот самый Талмуд. Вот эти самые толкования Торы. Да и сама Тора приводится в какой-то окончательный вид. Дело в том, что до этого все эти списки, они гуляли, они были разными. И, кстати, этим во многом объясняется, что вот есть несовпадение между еврейской Торой и, скажем, Ветхим Заветом. Поскольку Ветхий Завет, во-первых, переводился сначала на греческий. И переводился часто вот с тех списков, которые были или ходили там по рукам, или там учили даже по ним. Ну, неважно. Но эти списки были составлены еще до Вавилонского пленения. А потом там на латынь, на другие языки переводились. Не хочу сейчас забираться в эту тему. А что я хочу сказать, что там, находясь вот в этой Вавилоне, в этом плену, вот эти мыслители, ну, естественно, религиозные люди, они все эти списки привели в порядок и, собственно, придали им тот вид, какой мы знаем сегодня. А что касается, как я сказал, Ветхого Завета, то он часто был переведен со списков до Вавилонского пленения. И самый близкий вариант Ветхого Завета, вот, к Иудейской Торе, это Ветхий Завет протестантов. Поскольку они все-таки вот обратились именно к этому списку. Поэтому там, если вы будете читать католический вариант, протестантский вариант или православный вариант, то вы увидите, что там масса всяких расхождений. Ну, ладно. Так вот, там возникает этот самый Вавилонский, так называемый, Талмуд. Ну, иногда еще говорят, что существуют Иерусалимские. Ну, Иерусалимский, на самом деле, это условное название, поскольку Иерусалим был абсолютно разрушен. И мыслители религиозные писали, тоже пытались привести эти списки в порядок в Тверии, а тем не менее назвали его Иерусалимским. Но, неважно, я сейчас не хочу об этом, потому что это сложный уже у нас получается разговор. Я только к тому, что когда, когда царство этого Новохудоносора было разрушено, когда в Вавилонию вторгся Кир Великий, или Кир Второй, как его называют уже, Персидский царь, то он сразу, Кир, отпустил евреев. То есть, он ему сказал, что они могут вернуться в Иерусалим. Но вернулись они уже вот прямо как по пророчеству этого самого Иеремии. То есть, они вернулись уже другими людьми, вот с этими готовыми книгами написанными и так далее, и так далее. И больше того, именно после возвращения Кир им дает позволение на это, начинает возводиться на месте разрушенного первого храма второй. Ну, здесь мы уже уходим в иудейскую историю, в еврейскую историю. Я не хочу на это отвлекаться, но я вижу, что наконец-то я добрался до того, до чего и хотел добраться. То есть, Новохудоносор в конечном счете оказался, да, невероятным испытанием для Сиона, для иудеев, для народа, жившего в этом Сионе. Но он принес им очищение, он их вернул к Богу. И тут я, что называется, должен сделать паузу, потому что всеми своими рассуждениями сам же себя привел к противоречию. Я не знаю, заметили вы или нет, а я вот заметил. Ведь я начал с чего? Я задался вопросом в предыдущем видео. Христианский ли фильм «Матрица»? И я в предыдущем видео вам привел массу, массу примеров, ссылок, доказательств о том, что вот эта символика христианская, она буквально рассыпана по всему фильму. И вроде как авторы фильма, братья Вачевские, хотят нас вот подвести, что да, что это христианский фильм. И смотрите, и даже корабль, я сейчас вам объяснил, почему так называется, подобравшись вот именно с этого Бога, вот с этой христианской стороны. Но существует ведь и ортодоксальное христианство. И там возникают у нас противоречия. Поскольку говорят христианские ортодоксы, что Иисус был безгрешным человеко-богом. И Он спас мир не благодаря силе и могуществу, а через Свою жертвенную смерть и воскресение. Ну, вы помните, не буду пересказывать, это уж все знают, да, вот. Распяли Его, Он воскрес, вознесся. А вот если мы с вами сейчас вернемся к Нео, то, в общем-то, Он обыкновенный грешник с точки зрения вот ортодоксальных христиан. Который использует для достижения вот своей цели. Цель у него благородная, я ничего не могу сказать, и они ничего не говорят. Но достигает-то Он ее через убийство, там, через, в общем-то, ну, вы помните, сколько там Он стреляет, и когда Он расстреливает всех этих людей, там, наверняка, не все в чем-то грешны, виновны. Во всяком случае, вообразить, что Иисус Христос, выйдя к толпе, даже когда толпа роптала на Него, там, кричала, когда говорили вещи, ну, совершенно неприемлемые. Ну, не мог Он взять автомат и начать в них стрелять. Ну, кто-то скажет, не было тогда автоматов. Не в этом дело. То есть, Он вел вот другим путем людей. И так получается, что, с точки зрения христиан, что если даже Нел и удастся освободить человечество от физического рабства или иллюзий, то он не сможет привести их к истинному спасению. И тут мы видим даже вот эту нехристианскую концепцию еще в одном пункте, вот в пункте человеческого несчастья. Я сейчас попробую объяснить. Ведь христиане уверены, верят, что главная проблема людей состоит в том, что греша, то есть, вот, совершая какие-то неблаговидные поступки и прочее, они отдаляются от Бога. А в фильме на самом-то деле проблема греха не стоит. Там стоит совершенно другая проблема. Это неведение, иллюзия. То есть, люди живут, они думают, что они нормально живут. А Нел им сообщает, или Морфеус, или вообще вот кто, додумывается до этого, что все это матрица, что все это ненастоящее, что это иллюзия, что мы пребываем в каком-то виртуальном пространстве, а не в реальной жизни. И вот такое понимание человеческого несчастья ближе скорее все-таки вот восточному мистицизму или гностицизму, но ни в коем случае не христианству. И больше того, ну, я уже как-то ссылался на интервью, какие давали братья Вачовские. И вот Ларри Вачовский в одном из таких интервью, когда речь зашла о его матрице, сказал, что одна из тем, главных тем, которые занимали его, а, кстати, именно он писал сценарий, является поиск инкарнации Будды. Ну, и, а где христианство и где буддизм? И вот подобно тому, как вот последователи Дайлай-Ламы, например, считают его инкарнацией Будды сострадания, то вот, если мы перенесемся в фильм, товарищи Нео верят в то, что он является инкарнацией освободителя, который впервые позволил людям покинуть матрицу. Помните, там говорилось ведь об этом, что Даниэл был другой избранный, вот, который приходил и который позволил людям из этой матрицы выбраться. И вот, дескать, Нео-то это как бы уже второй избранный или реинкарнация того первого. И когда мы начинаем говорить о реинкарнациях и прочем, то сложно становится все. Ну, тут я должен оговориться, на самом деле, если почитать христианскую литературу, то там можно наткнуться на рассуждение о том, особенно если брать книги ранних, ранних, самых первых христиан, то там велась речь о реинкарнации и так далее. И, дескать, это допустимо в христианстве. Но сегодняшние христиане, особенно, как я сказал, ортодоксальные христиане, считают, что это не согласуется со священным писанием, и поэтому идею реинкарнации вообще отрицают напрочь. И вот, добравшись до этого места своих рассуждений, я ловлю себя на том, что, отрицая одно, очень часто приходишь к чему-то другому. И если все, что я вам говорил до этого, где пытался объяснить, что фильм «Матрица» христианский, а сейчас прихожу к мысли, что нет, он все-таки не христианский, поскольку вот есть такого рода противоречия, которые, ну, как бы вроде и не решаются, то, может быть, тогда он будет диски. И, честно вам скажу, если снова начать смотреть фильм, снова начать идти по его сюжету и начать уже выделять другие элементы, а не те, на которых делал акцент я в процессе своего рассказа, то можно прийти и к такому выводу. Я не знаю, едва ли через буддизм я смог бы вам объяснить, почему все-таки корабль Морфеоса называется Новохудоноса. Ну, какие-то другие вещи, а там еще очень много всяких непонятностей, через буддизм объясняются значительно легче и лучше, чем вот через христианство, о котором я столько говорил. Но давайте в этом месте я остановлюсь, потому что, если я сейчас начну еще рассказывать и о буддизме, то вообще конца этому видео не будет. Больше того, я хочу сказать еще одну вещь. Дело в том, что следующее видео я хочу отойти от матрицы, о буддизме я обязательно расскажу, а отойти от матрицы хочу вот почему. Ну, мы с вами все живем все-таки, слава Богу, я надеюсь, не в матрице, а в реальном мире. И в этом реальном мире происходит событие. Вы все знаете об этом событии. Это вирус, кошмарный вирус, коронавирус, как его называют, от которого сегодня страдают миллионы людей. И я не медик, я не буду вам рассказывать, как бороться с вирусом, как его лечить и так далее. Я останусь в своем ключе. Мы с вами все-таки говорим о постмодерне. И вы видите, все, что я вам рассказывал до сих пор, оно чудесно в этот постмодерн укладывается. И то, о чем я заговорю в следующем видео, как мне представляется, тоже будет вполне вписываться в тему постмодерна. Просто когда начало все это происходить, мне вдруг на ум пришла, я вспомнил, книгу, которую когда-то читал очень давно, честно признаюсь, лет 50 назад. Для кого-то эти цифры страшно прозвучат, но что поделать. Это было где-то в 60 каком-то году. Я имею в виду Альбера Камю. Чума. И когда мне пришла эта мысль в голову, я просто снял с полки эту книгу и сел ее перечитывать. И вы знаете, она начала совершенно по-другому играть. То есть я ее начал читать как будто другими глазами. И вот давайте в следующем видео я как раз и поговорю об этой книге. А может быть и еще о каких-то. Но во всяком случае она будет вот той платформой, на которой я построю свой разговор. И я попытаюсь о ней именно рассказать не так, как я ее воспринимал тогда, когда был студентом в университете. А как она для меня зазвучала сегодня. И, глядишь, придем каким-нибудь выводом. А вы зададите какие-то вопросы. И мы, может быть, сообща поймем какие-то вещи, которые я, вы, ну, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, в данную минуту не очень понятны. Так что сейчас я с вами попрощаюсь. Все мои обещания остаются в силе. И буддизм в фильме «Матрица». Но, как сказал в следующий раз, я все-таки попробую начать разговор. Я не думаю, что он будет очень большой. Может, уложусь в одно видео, может, в два. Вот об этой книге Альбера Камилла. А сейчас давайте мы попрощаемся. И, как всегда, пообещаю, что постараюсь исчезнуть ненадолго. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok